Добрый день, друзья! Вы знаете, некоторое время назад решил немножко отставить в сторону религиозные темы и просто поделиться с вами своими ощущениями от жизни в России. Но тут случилось такое, что и лично я предвидеть никак не мог. Я не верил в то, что это начнется, это война. Естественно, я мимо пройти не могу. Все-таки я 35 лет прожил в Украине, был гражданином Украины. И все на моих глазах там происходило. Тоже это Майдан, революции. И мне есть тоже что рассказать. Тем более я не могу молчать, когда вижу, как российская власть вводит в заблуждение, собственно, российское общество по поводу того, что происходит на Украине и по поводу вообще вот этой агрессии. Я считаю, это агрессия, кстати. И сегодня я решил поделиться с вами своим видением этой ситуации. Сразу скажу, те, кто будут писать, что что ты, монах, батюшка, лезешь в политику, сразу удаляю сообщение и человека в бан. Почему я это делаю? Потому что заниматься политикой, это значит участвовать в выборах, состоять в партиях каких-то. Этим я не занимался и, надеюсь, никогда заниматься не буду. Но дать оценку происходящему вокруг нас, трезвую оценку, как я считаю, понять, разобраться в ситуации нужно. Тем более это должен уметь делать христианский священник, который проповедует, который объясняет какие-то вещи людям. То есть мы должны представить людям христианский взгляд на происходящее событие. Сейчас я попытаюсь это сделать. Начну, пожалуй, с того, что, на мой взгляд, российское руководство не понимает и никогда не понимало того, что происходило в Украине. Да, вы, наверное, удивитесь, что ты такой самый умный тут сидишь. Но я вам сейчас приду несколько примеров. Этого, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. На самом деле, действительно, на Украине происходит уже много-много лет, сразу после развала Союза, противостояние как бы Запада и вот России. А можно сказать, даже советской идеологии. Потому что для украинцев, для большинства украинцев, Россия все-таки ассоциируется с советским строем, с коммунизмом. И поэтому мы смело можем говорить о противостоянии западной цивилизации и советского строя, советской идеологии на Украине. И тут у Запада и у России наметились два совершенно разных подхода. В отличие от России, Запад решил работать не с властью, а с населением. И эта работа Запада, я вам скажу, была очень-очень успешна. Вот в России не поняли, как нужно действовать, как нужно общаться с украинцами. И российская власть, знаете, она никогда народом не занималась. Она никогда к людям, ну что ли, не была открыта. Но российская власть всегда взаимодействовала только с украинской властью. Они считали, что если в Украине будет какой-то пророссийский марионеточный режим, то все с Украиной будет нормально. Будут газ по дешевке давать, и все будут типа довольны, что у них дешевый газ. Ну, фактически такая же политика, как в отношении Белоруссии. На самом деле это не сработало. И действительно в России это не понимали. Вот таких два коротеньких примера вам приведу. Первое, я удивился, и когда понял, что российская власть не понимает, что происходит на Украине, это когда Путин приехал поддержать Януковича. Значит, Кучма уходил, Януковича выдвинули на президентский пост, и Путин приехал поддержать Януковича. Я, честно говоря, тогда был вообще в шоке. У Путина рейтинг на Украине упал сразу, ну буквально, так не знаю, до плинтуса. Дело в том, что народ украинский Януковича совсем не принял. У Януковича две судимости. Вообще он, конечно, завязан с криминалом очень-очень сильно. Это на Украине все знали. И в том числе и прозападные ребята, они настроили народ против Януковича. Были в украинской власти фигуры нейтральные, которые и Россию бы устроили, и всех бы устроили. Но вот Россия решила довериться Кучме, поддержать Януковича. Тем более установить в Украине, фактически Янукович начал устанавливать авторитарную власть, по модели тоже российской. И украинцы этого не приняли. Украинцы тоже не хотят советского строя. Вы должны это четко понимать. Нравится вам Советский Союз, не нравится. Украинцы не хотят быть в Советском Союзе. Украинцев рядом Европа. Они хотят жить как в Германии. Вот в чем смысл. Поэтому тут надо работать очень тонко. Значит, а второй момент, когда я понял, знаете, меня один раз пригласили на конференцию в Киргизию. И там, значит, конференция была очень представительская. Послы разных государств присутствовали, даже представители американского посольства. Я спросил, а где российское посольство? Мне говорят, а они не ходят на такие конференции. Конференция была такая широкая. Там общественность была разная. И, значит, киргизская интеллигенция. Там очень, говорю, послы разных стран. И оказалось, что Россия тоже, они российские ребята, они только с властями. Они с народом не хотят. А американцы работают с населением. Я понял, что российская власть, она не только, видите, в Украине не понимает, что происходит. Она думает, что можно решить все вот таким путем. Либо силовым, либо административным. Назначить своих людей, и все будет хорошо. И вот сейчас путинская власть делает то же самое на Украине. Путин думает, что... Ну, значит, он, конечно, он считает, что он преследует благие какие-то цели. Освобождает Украину от нацизма, от нациков. Он думает, что Украина ждет его. Что хочет, когда Путин придет, вот дарует им там свободу какую-то, значит, от нацизма. И он придет поставить свое марионетное правительство. Скорее всего, Медведчук будет этим правительством управлять. И все успокоится, народ примет, как Белоруссия практически. Но Украина это не Белоруссия. Это вот то, что сделал Путин, это была ошибка. Это ошибка, это агрессия. И Россия, я думаю, еще аукнется. Это агрессия. Путин эту войну не выиграет, я уверен. В долгосрочной перспективе. Как срочной, может, и выиграет. Хотя тоже сомнения очень сильные возникают у меня. Ну, а теперь постараюсь тоже коротко, почему Путин эту войну не выиграет. Итак, ну, военная операция, даже военная операция, если она кратковременно будет иметь успех, все равно она долго не продлится. Для того, чтобы контролировать Украину, где население не хочет Россию, русских. Видите, никто с цветами русских там не выходит встречать. Украинцы хотят жить в Европе. Для того, чтобы с ними дружить, я в конце скажу, что нужно было бы Путину сделать. Но он этого не сделал. Он завел войска и хочет поставить свой мариометочный режим. Ну, как этот режим потом поддерживать? Ну, вот скажите мне, как? Что, держать там такую группировку, 100-тысячную группировку в Украине, это огромные расходы, огромная нагрузка на бюджет российский. И будет партизанская война. Дело в том, что украинские националисты, особенно, они с этим не смирятся. Посмотрите, несколько тысяч, даже, говорят, 10-15 тысяч оружия только раздали. Сейчас огнестрельное, единиц огнестрельного оружия раздали в Киеве. А на западной Украине сколько его раздадут? 100 тысяч мужиков, которые служили в СССР, были в зоне АТО, будут иметь оружие, будут ненавидеть всю русскую и российскую армию, и будут совершать какие-нибудь ночные вылазки. Хорошо российским военным там не будет, это точно. Гробы будут идти. Поэтому и рано или поздно Путина в СССР выведет. Обязательно выведет. Как только российская армия уйдет из Украины, я говорю еще раз, она рано или поздно уйдет, она даже с Афганистана ушла, она ушла из, вон видите, Варшавский договор, уйдут они, понимаете. Силой удержать, ну, не удастся. Ни Венгрию, смотрите, ни Чехословакии не удалось удержать. Как только развалился Варшавский договор, все, сразу они ушли в НАТО. Как только уйдут российские высказы Украины, народ выйдет в Киев, выйдет миллион человек, и все это мариниточное правительство пророссийское убежит, я не знаю, хорошо, если их там не кончат, а убегут, скорее всего, как Ирин Рукович в Россию на вертолете, как улетят, и все. И будут выборы, опять придет Запад, опять выберут прозападное правительство в Украине. И теперь уже никакой дружбе с Россией, после такой агрессии, вообще речи быть не может. Это я вам сразу говорю. Украинцы, огромное количество украинцев настроены против России, а теперь их будет таких настроенных. 90%. Какой-то процент будет вот на Востоке. Пророссийский может симпатизировать. И то я в этом очень сильно сомневаюсь, после вот этих событий, которые сейчас происходят. Более того, я уверен, Запад опять начнет накачивать Украину оружием. И причем не так, как это сейчас дело, а конкретно уже. И вооружать украинскую армию. Скорее всего, примут и в НАТО. Хотя сейчас говорят, что мы не примем, потому что прости успокоить более-менее. Но в НАТО, смотрите, Финляндия просится уже в НАТО, говорит. Потому что, тем более, знаете, вот эти все разговоры Путина, это, конечно, бред. Бред о том, что НАТО нам угрожает, подлетное время, вон, пожалуйста, Прибалтика, тут такое же подлетное время, даже ближе, чем с Украиной. Турция на южных рубежах. Сейчас Финляндия войдет. То есть НАТО на наших границах. Ну и что? Кто захочет воевать с ядерной стороной? Это все глупости и бред. Знаете, это все мне напоминает советскую пропаганду, когда нам рассказывали, империалисты хотят захватить, базами там обложили. Все такое прочее. Империалисты сейчас процветают, а Советского Союза нет. А почему? Это я скажу в конце. В чем причина развала Союза и проблем России? Не в НАТО эти причины точно. Итак, военным путем Украину удержать не получится. Марионеточное правительство не удержится. Что в результате получит Россия? Во-первых, огромные военные расходы. Армию придется держать, кормить, потому что мы настроили против себя весь мир, и теперь придется настороже быть всегда. Кроме того, санкции, вы понимаете, они, посмотрите, сейчас как по нарастающей идут. Все сильнее, сильнее, сильнее. Первые санкции, которые были объявлены, они казались ерундой. Сейчас все жестче, жестче, жестче. Россия это всюду исключает. В ООН только две страны, Китай, Белоруссия поддержали Россию. Вот это все наши союзники. Но на Китай далеко не уедешь. Китайцы ребята хитрые. Они нас обанкротят и вывезут все, что у нас есть за бесценок. Потому что нам не деваться-то больше некуда будет. Мы теперь все, электронику, нужную какую-то продукцию, пусть теперь в Китае сможем закупать. Ну понятно, что китайцы на ней там будут играть. Они что, дурачки что ли, совсем задаром нам что-то раздавать. Нет, к сожалению, в экономическом плане Россию ждут тяжелые времена. Кроме того, я уверен, после того, как российские войска выйдут с Украины, Украина начнет требовать компенсации. И эти компенсации будут исчисляться миллиарды, миллиардами долларов. И будут эти компенсации за разрушенные объекты, дороги, за убитых людей. Они будут не то что огромные, они будут продолжаться длительное-длительное время. Эти суды теперь против России затянутся на многие-многие года. И будут бить по бюджету России полным ходом. Теперь, даже если нефть будет высокая, эти деньги, которые Россия получает за нефть, они, ну не знаю, львиная доля будет уходить на вот компенсацию, на то, чтобы европейский суд наверняка будет там, или суд Гаги будет присуждать штрафы России за нанесенный ущерб. То есть ждать россиянам ничего хорошего от этой войны тоже не придется. Но вы скажете, а что было делать? Вот они взяли ДНР, там напали, там и стреляли. Как вы там молчали, там говорят, 8 лет, когда там уничтожали ДНР? Во-первых, я не молчал. Я всегда с самого начала называл то, что происходит на востоке Украины гражданской войной. Да, я считаю, вот это, то, что сделала правительство Турчинова, этого АТО начало, это была ошибка власти Украины. Этого не нужно было делать. И вообще, эта вся русофобия, национализм, это ошибка Украины. И Украина тоже за это поплатилась. Но, конечно, знаете, усмирять Украину нужно было не таким образом. Во-первых, нельзя бомбить города, аэропорты, брать штурмом Киев, столицу независимого государства. Нельзя этого делать. Видите, все, весь мир против нас. Все, что нужно было делать, это остаться миротворцами. Блаженный миротворцем, в Евангелии написано. Надо было защищать ДНР, надо было там эту полосу разграничительную расширять, надо было миротворцев вводить, добиваться в ООН, чтобы миротворческие войска туда вошли, как в Приднестровье. Пока эту ситуацию надо было заморозить. Но ни в коем случае не вторгаться на территорию Украины войсками. Тут русских, еще раз говорю, в Украине никто не ждет. У меня там родственники, друзья, я за всех переживаю, созваниваюсь, разговариваю. Нету пророссийского настроя в Украине вообще, в принципе. Его теперь очень-очень долго не будет. Если до этой войны какая-то надежда наладит отношения, была, сейчас ее точно нет. Единственный способ подружиться с Украиной, да и вообще со всем миром, да и вообще с собственным населением российским, у российской власти было в том, что нужно было заботиться о уровне жизни россиян, о своем населении. То извините меня, в России уровень жизни падает стремительно, нищенские пенсии, зарплаты стоят на месте, цены растут, сейчас долг какой-то бабахнул. И что? Кто такую страну полюбит? Страну, которая не заботится о своем собственном населении, а в России, в СССР этого никогда не было. В России, в СССР люди расходный материал. У нас люди для страны. Не страна для людей, как должно быть, а люди для страны. У нас власть использует людей, используют как пушечное мясо. Причем сами же эти ребята во власти, окружение Путина, вы посмотрите, у них же миллиард. За что Навального спрятали? За то, что вскрыл всю эту гниль, показал наружу. Миллиарды разворовали полстраны, вывели столько денег в офшоры, что Россия занимает первое место по офшорам. То есть они себя не обидели, а мы для них расходный материал. Пушечное мясо, мы никто для них, понимаете? И если власть в стране относится так к своим людям, кто эту страну будет любить? Кому эта страна нужна? Вот если бы власть заботилась о людях своих, поднимала уровень жизни, тогда все бы сами пришли никого уговаривать даже не нужно было. Посмотрите, как с Германией. Почему все хотят в Германию? Почему миллионы людей со всех стран едут в Германию? В том числе и россияне. В Германии была разрушена после Второй мировой войны. Разруха полная. Разный голод там был, и все было. Подняли немцы свою страну. С помощью, кстати, Запада подняли. Такой нехороший Запад, видите, как помог Европе подняться. И что? Все теперь хотят туда. Все хотят как немцы. Вот нам нужно было так. Не нужно ничего придумать. Войны какие-то, держать армию. Поэтому недавно в Фейсбуке в одной дискуссии один человек очень хорошо написал, что патриот это не тот, у кого сильная армия. То есть хороший правитель это не тот, у кого сильная армия. А тот хороший правитель, кто заботится о своем населении. Поэтому единственный шанс у России выйти как бы сухой из воды в этой ситуации, это, конечно, каким-то образом убрать эту власть. Пока эта власть правит Россией и управляет эти люди, ничего хорошего не будет. Только не подумайте, что я к революции к этому призываю. Нет, я за мирный протест, абсолютно за мирный протест, по типу Ганди. И вообще, знаете, вы, наверное, удивитесь, как это монах, так власть призывает, так не по виновению. Да, знаете, даже те, кто в РПЦ состоит, возьмите социальную концепцию, русская православная церковь, откройте. Там, по-моему, церковь и политика раздел. И вы увидите там написанное, вот это мудрые слова, что если власть поступает против Евангелия, против христианских заповедей, церковь имеет право призвать христиан и общество к неповиновению власти в таком случае. Вот в этом смысле такое гражданское неповиновение, мирное, должно быть. Власть должна почувствовать, что они сделали ошибку, роковую ошибку, и власть должна уйти просто-напросто. Вот и все. И, наконец-то, должны в России заработать демократические процедуры. Нам не нужен новый хан тут, новый царь, батюшка, не нужен. Авторитаризм, тоталитаризм не даст развиваться России, вообще ни одной стране не дал развиваться никогда. И это мы должны понять. Поэтому, знаете, это могут обвинить сразу меня, конечно, в том, что вот там о мирском, о материальном. Нет. Надо думать о людях. Любовь к людям должна поднуждать нас заботиться о людях. И, в первую очередь, о своих. Апостол Павел говорит, кто о своих не печется, тот хуже неверного. А власть в России вообще о своих никогда не пеклась и не собирается заботиться. Ну и последнее, что я хочу напомнить некоторым нашим аритивам православам, я еще об этом буду в других роликах говорить. Знаете, все-таки у нас в православии, в христианстве и в Евангелии нету закона о кровной мести, чтобы мстить за ДНР. Если вы мстите и хотите отомстить за ДНР, вы не христианин. Вам надо срочно уходить в ислам, наверное. А в христианстве все-таки заповеди у нас блаженств, блажены миротворцы. Вот какую заповедь не нужно забывать. Поэтому месть это не самое лучшее чувство для христианина. А по большому счету она вообще не должна присутствовать у христианина в душе. И странно видеть мне такое настроение у многих-многих людей в России, которые хотят отомстить за ДНР. Тем более, что Россия вроде бы как еще, вроде бы как, православная стархристианская страна. Хотя на самом деле, конечно, это не так. И вот эти события показали нам, что россияне, к сожалению, далеки от христианства и от Евангелия. Но будем надеяться, что что-то все-таки изменится к лучшему. Времена наступят другие. Хотя, конечно, наверное, в ближайшие лет 12-15, пока Путину власти, ничего хорошего в этой стране не будет. В том числе и в РПЦ. Пишите, что вы думаете об этой ситуации. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всего вам доброго, до новых встреч.